Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2! Одна из причин конфликта Кати Горина и Артура Николайчука скрывалась в новом бизнесе. Николайчук решил сделать курсы о том, как зарабатывать на ТикТоке. Катя считает, что это мошенничество и можно испортить им репутацию, а ведь они мечтали открыть шоу-рум. Коллектив считает, что Катя не поддерживает супруга, она же говорит, что защищает и говорит свою позицию четко. А вы как думаете, кто прав в этой ситуации? 18-летняя Юлия Хребтович не отказывается от общения с Алексеем Адеевым, который хочет познакомиться с ее родителями, но не собирается строить с ним серьезные отношения. Опять Адеев остается одиночкой. У Ильи Рыбакова появилась девушка, парню приглянулась одна из новеньких участниц, ведь на Доме-2 наконец-то начала заполняться женская спальня. Будет ли праздник на улице Рыбакова? А ведь мог бы сейчас строить отношения с Маргаритой Асачи, которая была в него влюблена. После поездки в Турцию, Санкт-Петербург и множества экскурсий, Даниэль Чистов хотел было найти работу, обеспечивать свою семью, но вдруг заболел. У Даниэля начались проблемы с глазами, зрение падает, а врачи поставили ему неутешительный диагноз. Жених Надежды Ермаковой Даниэль Чистов может потерять зрение. Надя уже отвезла его в клинику, и парню назначили капли и уколы в глаза, где под сетчаткой скопился гной. Изначально Даниэль не понимал, почему у него появилась чувствительность к свету, носил солнцезащитные очки, теперь у него диагноз. И через неделю лечения будет ясно, что делать дальше. Зрители Дома-2 не доверяют этой паре с тех пор, как бывшие участники отказались от свадьбы на проекте и подвели рекламный отдел и спонсоров телестройки. Многие подписчики Нади уверены, что она собирается рекламировать клинику и офтальмологов. Как уже были новости, Даниэль намекал, что свадьба должна состояться в теплое время года, скорее всего в текущем свадебном сезоне. Но теперь его планы под угрозой, ведь нужно восстанавливать здоровье. Желаем, конечно же, Даниэлю скорейшего выздоровления, а Ермаковой железного терпения и удачи. Таня Репина хочет вернуться на проект, но не понимает, как она будет спать на кровати, на которой прыгала в стрингах полуголая Алена Опенченко. Тане неприятно от одной мысли, что новые детские вещи трогали, а на ее постели занимались непонятно чем. А до Репиной разве никто не спал на этой кровати? Или у Тани предвзятые отношения только к Опенченко? Влад Дубровский пригласил на свидание Юлию Салибекову, которая приезжает на поляну без приглашения организаторов проекта, якобы для общения с Тиграном Салибековым по поводу детей. Дубровский нашел у себя и Юлия много общего и намерен продолжить общение. Не пытается ли Влад таким образом отомстить Тиграну, который увел у него Юлию Белую? Артем Грант поделился с подписчиками шокирующими кадрами с последней вечеринки на Доме 2. Девушки вели себя отвратительно, целовались, раздевались, сломали камеру. И особенно отличилась Алена Опенченко, которая искусала Юлии Белой пятую точку и порвала ей колготки. Зрители давно привыкли к разврату, который творится на Доме 2, да и сами организаторы, как видно, готовы терпеть на шоу уже не только эскортниц, в том числе и потенциальных, но и работниц вебкам-чатов. Более того, если Ольгу Рапунцель не один год травили за постыдное фото и видео из ее прошлого, то Анастасии Бигриной не напомнили об этом ни разу. Ситуация кардинально изменилась с появлением на проекте Сони Спаркс. И хотя поначалу участники и зрители закрывали глаза на то, что под камерами поселилась актриса порнофильмов, то после кадров, которые облетели социальные сети накануне, речь шла о возможном закрытии Дома 2. По крайней мере, наблюдать за таким с экранов телевизора в программе якобы про любовь и построение отношений будут готовы далеко не все. Судя по всему, Спаркс намерена не просто продолжать свою трудовую деятельность, и не исключено, что заниматься этим и сейчас, прямо под камерами, но и совращать других участниц. На вечеринке, когда девчонки изрядно перебрали и устроили танцы на столе, Соня переплюнула их всех вместе взятых. Так именно Спаркс требовала Алена Пенченко и Юлию Белую трясти на камеры своими пятыми точками, не забывая призывно их нахлопывать и даже облизывать. Кроме того, Соня буквально силком пыталась поцеловать Юлю, хотя последняя и пыталась сопротивляться. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта шлок. Над Артемом Грантом смеются не только телезрители, но и некоторые ребята на телестройке, которые замечают, как мужчина крутится возле зеркала, напоминая бывшего участника телепроекта Захара Соленко. Если Захар был топчиком и мог отстоять себя в коллективе, то у Артема это плохо получается. Недавно он ходил к косметологу, и это стало очередным поводом для насмешек. Новенькие участницы отказываются от Гранта из-за его губ, которые он увеличил, но заявлять, что только увлажнил, ведь впереди лето, его красота не должна пострадать. Лишний вес, накачанные губы, уколы красоты, крашенные волосы и борода Гранта перестали воспринимать как надежного мужчину девушки телестройки, поэтому в дневном эфире Дома 2 выход Артема на подиум высмеяли, а недавно новенькая Вера заметила, что Грант в ее вкусе, но его увлечение ее беспокоит. Если человек слишком любит себя, сможет ли он полюбить другого? У Гранта давно не было отношений на Доме 2. Мы уже обсуждали, что ему дали черную метку, но вместо Артема ушел за ворота Сергей Гусаров. Также выгнали Никиту Балыкина, и сегодня выяснилось, что Егор Горбачев тоже отправился домой. Юлия Салибекова не считает зазорным приходить на телестройку за пиаром и флиртовать с Владом Дубровским, который пригласил ее на свидание. Многодетная женщина расцвела, расставшись с Тиграном Салибековым, и теперь может себе позволить ночные загулы с подругами, обновки и кардинальную смену имиджа. Вчера Саша Гозиас и Оксана Стрункина, а также Женя Алаева с шампанским и салютами отметили развод с Салибековой. Бывшие участницы Дома 2 собрались в ресторане, где поздравили Юлю с успешным избавлением от камня на шее. Именно тяжким грузом и балластом Салибекова считает своего бывшего супруга, которого она постоянно позорит на лобном месте, мешая им устроить отношения на Доме 2. Оксана Стрункина, всегда поддерживающая Салибекова, рассказала своим подписчикам о том, как они с подругами кайфово провели время. Девушки в дорогом ресторане пили игристое, заказывали вкусные блюда и кальян, танцевали и устроили фейерверк. Но разве не радость, выставленный из Дома Тигран, который не знает, как и с какой стороны подойти к собственным детям? Насколько разные представления о счастье у бывших участников Дома 2? Были новости про Майю Донцову, которая радуется саморазвитию и больше не мечтает о детях и счастливую будущую мать Юлию Ефременкову. А у Юлии Салибековой все это есть и даже больше. Женщина теперь приходит на Дом 2 за новыми подписчиками. Наконец-то все узнали про ее 10-летнее страдание в браке и оценили ее выдержку и стойкость. Два года назад поклонники реалити-шоу о любви представить не могли, что Юлия Белая станет топовой участницей телестройки и вместо порицания на лобном за недостойное поведение получит поддержку от своих коллег. Но времена меняются новым участникам безразлично. Прошлое Юлия, теперь она пользуется успехом у проектных парней и купается в мужском внимании. Дубровский, Салибеков или Санников. Юлия Белая не может определиться между кавалерами. Судя по последним сторис с Поляны, теперь ее расположение досталось 23-летнему Антону. Вчера Алена Опенченко сообщила своим подписчикам, что Тигран бросил Белую, гордость победила и стыд перед знакомыми и родителями перевесили, страсть и привязанность. На общей кухне ребята пели и пили, развлекались как могли. Белая сначала подпевала Владу, а затем оказалась в компании Антона Санникова, которого отвергла Соня Спаркс. Молодой, высокий, симпатичный, не глупый, разве сможет Белая отказаться от такого ухажера? Довольно странная игра. Вчера уже, кстати, обсуждали желание Юлии Тиграна сделать парные татуировки, сегодня возле нее уже крутится другой. Или Юля хочет отпустить Салибекова к бывшей супруге и решила снова завладеть сердцем Дубровского. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!